Я прошу взять слово Владислава Романцева. Владислав, вы один из крупнейших производителей растительного масла. И вопрос тоже вам скорее перспективный. Вопрос про экспорт. Что должны делать регуляторы, ну и, конечно, производители, для того, чтобы экспорт в вашем сегменте рос? Добрый день, коллеги. Ну, действительно, правильный вопрос. Не только регулятор, но и производители, потому что танк – это танец вдвоем всегда. Но надо сказать, что на сегодняшний день государство в лице Минсельхоза и РЭЦ делает очень много для поддержки экспорта в рамках нацпроекта. И большой перечень мер. Я хочу сказать, что, мне кажется, с точки зрения поддержки экспорта осведомленность намного больше. И Минсельхоз присутствует в цифровом виде, в чатах. Можно в онлайн-режиме задать вопросы любые по экспорту. И мы видели, сколько людей, компаний было вовлечено в разработки гайдов, которые делал Росаграэкспорт. Это впервые такая серьезная информационная поддержка была оказана. Что мы считаем, что в этой части… Для вас это важно? Вы же очень большая компания. Это скорее для более мелких производителей, которые впервые выходят на экспорт? Или для вас это тоже значимо? Ну, знаете, мы поставляем более чем в 50 стран мира продукцию. И у нас нет ресурсов, чтобы мы глубоко копали по всем 50 странам. То, что делает Росаграэкспорт и РЭД с точки зрения информационной поддержки, это действительно важно. Мы принимали активное участие. Мы принимали эти гайды, задавали вопросы. Поэтому нам кажется, что эта работа была сделана очень вовремя. Из наиболее существенных мер я бы, конечно, отметил доступ к дешевым деньгам. Это инвестиционные кредиты и короткие деньги оборотные, что, конечно, нам позволяет и увеличивать производственные мощности, обеспечивая профицит мощностей перерабатывающих. То есть все масличные, которые в стране производятся, на сегодняшний день могут быть переработаны внутри страны. Нет необходимости экспорта масличных семян. И, конечно, короткие деньги оборотные позволили нам уйти от продаж на ФОБе, уйти дальше в страны, конечным потребителям, что дает дополнительную устойчивость нашей позиции на мировом рынке. И дало свои результаты. В 2018 году начался у нас проект, и экспорт масложировой продукции в это время вырос больше, чем на 60% с 3 до 5 миллиардов долларов. Это очень значительный рост на самом деле. И тренд возрастающий. Я думаю, что мы даже выполним те показатели, которые были заложены по масложировой отрасли, по крайней мере. Но это, значит, что на сегодня? Что на перспективу нам нужно вместе делать? Конечно, у нас с точки зрения поставки на мировой рынок масла и продуктов более глубокой переработки большой потенциал. И наращивание объемов производства масличных, это то стимулирование, чего должно заниматься Министерство сельского хозяйства, позволит нам существенно нарастить объемы. Второй важный вопрос, о нем сегодня говорили, это долгосрочные правила игры. Действительно, мы все вместе оказались не готовы к той волатильности, которая по маслу была в этом году. Никто не ждал удвоения мировых цен. Поскольку мы глубоко интегрированы в мировой рынок, понятно, что внутренние цены, они паритетные мировым на сегодняшний день. Вы как о беде говорите, о удвоении мировых цен? Дело в том, что мы не готовы оказались с точки зрения регуляторики. Мы не могли прогнозировать рынок. Понятно, что он волатильный не потому, что стали в два раза больше есть или в два раза меньше производить. Глобальная пандемия, глобальная неопределенность с поставками, глобальная неопределенность с рисками обеспечения продовольствия, плюс триллионы, которые были вкачаны в экономику Соединенными Штатами, приход финансовых спекулянтов на рынок коммодити привел к этим горкам. А мы в целом, ни отрасль, ни государство оказалось не готово вовремя принять меры. Когда мы эту ситуацию уже на нее стали смотреть, мы были в середине сезона. Менять рулевого на ходу с точки зрения какой-то регуляторики, конечно, было уже не очень вовремя. И поэтому мы, со своей стороны, конечно, выполним все те договоренности, которые были достигнуты, и мы сезон этот доиграем. Но нам очень хочется, и мы сейчас понимаем, что идет работа на площадке Минэкономики, выработки правил, которые бы нам позволили в долгосрочной перспективе состабилизировать внутренний рынок на определенном уровне цены, чтобы не было такого серьезного влияния от мирового. При этом, чтобы по всей цепочке, начиная сельхоз, товаропроизводители, переработчиков и сетей, розничной торговли, все имели нормальную норму прибыли, которая позволяла бы отрасли в дальнейшем развиваться. И мы очень ждем, что эти правила будут выработаны, и мы в новый сезон уже уйдем без ручной регуляторики, то, о чем сегодня говорили. А вот именно с теми рыночными условиями мы будем долгое время в них существовать. Это очень важно для нас. И что еще касается перспективы, на что мы должны все вместе посмотреть. Совершенно очевидно, что население в мире растет. К 50-му году мы уже не сможем обеспечить всех продуктами питания, если будем делать эти теми традиционными способами. Совершенно очевидно. Я думаю, что все здесь в зале будут, доживут, надеются дожить до 50-го года и увидеть. Но я говорю, что не сможем прикормить без каких-то серьезных экологических проблем. И, конечно, то, на что мы сейчас должны смотреть, это на новые ниши, новые рынки, те тенденции, которые есть в мире, и насколько мы как страна, как отдельные компании, могут быть конкурентоспособны. Мы считаем, что тот тренд, который наметился, включение в рационы больше растительной еды, растительного питания, тот тренд, который нужно сейчас увидеть, потому что в этой части у нашей страны есть глобальные конкурентные преимущества на мировых рынках. С точки зрения агроклиматических условий, плюс те земли, которые, воборот, планируются дополнительно вводить. То есть мы можем увеличить объем производства. На сегодняшний день у нас есть технологии, и мы еще не отстали от мировых рынков с точки зрения глубокой переработки. Это что касается масличных, высокобелковых культур. Для того, чтобы производить ту продукцию, которую можно будет включать в рационы, не меняя традиционные способы потребления. То есть это не веганская история, не вегетарианская. То есть мы когда говорим о том, что у нас появляется растительное мясо и растительное молоко, это не альтернативы, это не замена. Это полноценное включение в рацион и способы потребления, и вкусовые предпочтения. Они должны быть схожи, это должно не вызывать у человека каких-то стрессов. И на сегодняшний день в этой части наши компании и другие компании в Российской Федерации уже отработали технологии производства этих высокобелковых продуктов, которые по своим вкусовым свойствам не уступают мировым аналогам. И они уже сегодня есть на прилавках. И с учетом того, что мы экологическая ГМО чистая страна, и объемы производимой этой продукции могут быть достаточны, мы считаем, что это один из важнейших потенциалов на мировом рынке. И эта продукция уже глубокой переработки. Это не коммодити, не совкоммодити. И мы можем эту продукцию сделать не только полезной, но и доступной по цене, исходя из экономики переработки. И, конечно, в этой части, тут я, наверное, хотел бы обратиться к сетевому ритейлу. Понятно, что для нас важен не только экспорт, но и домашний рынок. И чтобы розница обратила внимание на этот тренд, посмотрела, и на сегодняшний день во всем мире уже есть зеленые полки, ассортимент продукции занимает значительное место. Нам нужно не упустить этот тренд, и эти полки должны, на наш взгляд, появиться и в наших магазинах. Правильно я понимаю, Владислав, что вы говорите сейчас уже о повестке компании, и вам нужно сформировать ожидания со стороны отечественного потребителя через ожидания сетей, ожидания этой новой продукции. Да, и это одна из повесток компании, потому что мы одновременно с этим являемся производителем традиционных продуктов. У нас довольно-таки большой молочный бизнес. Я считаю, что эта повестка, вообще говоря, не только нашей компании, но и в целом агрокомплекса. Это новые технологии. Отдельно можно, наверное, проговорить про биотех. Не надо бояться, и нужно смотреть на это с открытыми глазами, потому что новые способы переработки сырья более экономически эффективны. Это то, что нас ожидает в будущем. Спасибо, Владислав.